Я взял из архива беседы того времени советского руководства 90-го года с некоторыми немецкими политиками, в том числе с господином Баром. Это никогда не публиковалось. Вы интервьюировали нас? Нет. Это рабочие беседы немецких политиков Венчера, Коля, Бара с советским руководством. Это с Горбачёвым, господином Фалином, который, по-моему, тогда возглавил международный отдел ЦК. Вот вы сейчас первые, кто об этом... Это никогда не было достоянием гласности. И вы будете первыми, и ваши читатели, которые об этом узнают. Вот, например, это беседа 90-го года. Значит, смотрите, что говорит господин Бар. Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер обрекающий СССР на международную изоляцию. Как было сказано, 26 июня 90-го года. Значит, господин Бар предлагал конкретные вещи. Он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. Да, не должно двигаться НАТО. А вся центральная Европа, включая Восточную Германию, либо без неё, должны были бы обгниться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединенных Штатов. И вот он говорит, НАТО, как организация, во всяком случае её военные структуры не должны распространяться на Центральную Европу. Значит, он уже был в то время патриархом европейской политики. У него был свой взгляд на будущее Европы. И он говорит своим советским коллегам, значит, если вы с этим не согласитесь, а согласитесь наоборот с распространением НАТО, Советский Союз с этим согласится, то я больше в Москву вообще не приеду. Он видел, понимаете, он был очень умный человек. Он видел в этом глубокий смысл, был убеждён в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времён Холодной войны. И мы этого ничего не сделали.